друзья всех приветствую на торговой сессии среды мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш канал маркетс оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и не забывайте ставите лайки также в описании к этому ролику вы сможете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал маркетс где каждый день мы размещаем большое количество аналитического контента ну что ж давайте к экономическому календарю сегодня на него стоит обратить внимание потому что сегодня наконец-таки впервые в рамках этой недели есть стоящие релизы в 12.00 по московскому времени я предлагаю вам последить за данными по промышленному производству еврозоны если вы вместе со мной сейчас делаете большую ставку на европейскую валюту и на факты снижения то еще один слабый отчет может помочь усилить эту медвежью динамику и поспособствовать тому чтобы евро доллар добрался до той цели которую ранее мы обозначили это отметка 115 тем более что до нее остается все меньше и меньше после этого в 15-30 будут опубликованы данные по инфляции в сша и этот отсчет ни в коем случае нельзя недооценивать особенно для американской экономики если кто-то из вас забыл напоминаю для федрезерва сейчас определяющими секторами является как раз потребительский который мы анализируем через инфляцию и влияние инфляции на потребительскую активность ну и собственно рынок труда который мы говорили ранее что касается американского рынка труда то к нему безусловно очень вопросов сейчас особенно на фоне двух подряд очень слабых релизов нон-фарм фэрлс и честно говоря я со своей стороны свое мнение уже на комментировал что после таких релизов я думаю что американскому регулятору в ноябре придется много раз подумать тысячу раз подумать прежде чем все-таки лишить экономику тех мер экономической поддержки которую действует ну где мое решение где мнение большинства которые считают что в ноябре будет анонсирован выход из программы количественного смягчения в декабре уже последует и первый этап сокращения но в общем относительно ждать осталось недолго разберемся посмотрим проанализируем и собственно поймем как быть дальше по поводу сегодняшнего показателя по инфляции именно от тех цифр которые мы увидим сегодня это статистика за прошлый месяц будет также зависит то насколько регулятор сша будет решителен в тех мерах которые предполагают отказ от экономической поддержки сворачиванию программы количественного смягчения ну говоря простым языком если инфляция сегодня сильно вырастет у фреса будет еще один аргумент чтобы свернуть программу количественного смягчения однако если инфляция если сопоставлять ее с значениями прошлых периодов будет ниже а в месячном выражении темпы роста и вовсе окажутся граничащими с нулевой территории то тогда фреса и наверное те кто ставит на снижение курса доллара получат дополнительный повод потопить за идею того что не все очевидно с выходом американского регулятора из-за действующих экономических стимулов точно можно сказать что волатильность сегодня будет и в 20.00 по московскому времени протоколы американского регулятора это по сути более детальная дорожная карта действий фреса на основании того заседания которое прошло месяц назад то есть в последних числах сентября но поскольку мы уже прошлое заседание разобрали вдоль и поперек и все что можно было бы заложили уже в цену не только мы а все трейдеры инвесторы спекулянты наверное реакция на протоколы будет более менее сдержанной сегодня для традиционной для среды отчет по запасам не публикуется статистика выйдет завтра потому что в понедельник был день колумба праничный день и в этом случае релизы по выходу смещаются на сутки вперед но теперь по основным активом как и что мы делаем и на что рекомендую смотреть нефть 8325 восходящего ком сохраняется ориентир мой субъективный 85 я думаю там мы этот актив увидим напоминаю что ранее озвучивала цели отряда инвестбанков они прогнозируют рост до 85 90 и даже выше основной фактор это топливный энергетический кризис который никуда не девать впереди активный зимний отопительный сезон и соответственно более высокие показатели спроса которые наверное еще больше вскроют проблемы дефицита всех видов углеводородов во многих регионах и тут уже конечно же котировкам не останется ничего другого как все это сложить в более высокие значения собственного курса европейская валюта 1.1550 цель 1.15 low вчерашнего дня 1.1524 я был уже поверил что мы доберемся до цели 1.15 ранее то есть рассчитывал что сегодня у меня будет возможность вас поздравить с этим но друзья мы все ниже ниже к этому уровню я думаю что увидим эту цель и скорее всего евро пойдет ниже европейский центральный банк власти цб продолжают игнорировать и риски инфляции тем самым усиливают ожидания участников рынка что это бы не будет в числе тех регуляторов которые отказываются от мягкой экономической политики и второй момент это статистика которую также не стоит сейчас упускать из вида бизнес оптимизм зью 22 и 3 26 5 оценка экономических условий тоже ниже плинтуса индекс бизнес оптимизма снижается пятый месяц подряд сейчас это минимальные значения сначала пандемии и здесь следует вывод что при таких показателях бизнес оптимизма очевидно что немецкая экономика на начала четвертый квартал с очень подавленного состояния экономического сектора низких показателей спроса низких показателях производительности труда и учитывая сохраняющиеся проблемы с дефицитом поставок кризис по сути логистически учитывая высокие цены на нефть и растущую инфляцию я думаю что до конца этого года ноябрь декабрь мы увидим еще более низкие значения по этим показателям поэтому экономика германии как еврозоны в целом сильно еще просягнет друзья это все повлияет на курса евро фунт против доллара 136 14 по фунту я ищу точку входа но в лонг очень мне нравится идея того что банк англии тоже пойдет на повышение процентной ставки особенно после комментариев главы банка англии эндрю бейли и одного из самых влиятельных чиновников британского регулятора майкла сондерса выходные что если не вмешаться в текущую ситуацию с инфляцией то впоследствии рост будет перманентным и уже ничего не поможет чтобы остановить но пока что сделок новых не открывает и остальные активы за которыми мы следим доллар канаде с 1 24 52 также друзья цель вниз и пара снижается снп смотрим вверх ну по крайней мере я и считаю что может быть в ближайшие дни хорошая отскока именно по факту старта сезона квартальных отчетов которые могут обнадежить оптимистов именно первыми релизами ну и я также сказал про данные которые мы ждем сегодня если инфляция окажется не такой высокой как многие прогнозируют и ожидают то тогда вероятность сохранения экономических стимулов вплоть до первого квартала 2022 года может поддержать американский фондовый рынок пока что в общем биржу ланги и австралийц против доллара но 73 35 в целом новостной фон располагает к тому чтобы пара росла но сегодня на азиатской сессии мы видим распродажи которые связаны также еще с локальным интересом к доллару я ранее открывал короткую сделку сейчас закинул стоп лосс на уровень но 73 60 если пара пройдет выше то тогда рост последует среди факторов поддержки это начатое с первого с понедельника этой недели ослабление карантинных ограничений в южном вельсе и еще на рынке всерьез обсуждают что из-за топливного кризиса китай может снять ограничения на экспорт угля из австралии который ранее был введен ограничениями ввиду из-за политических разногласий но посмотрим друзья будут держать вас в курсе на этом собственно все большое спасибо за внимание хорошей торговой сессии всем пока